Доброе утро! В студии Ольга Дмитриева и Елена Краева. Здравствуйте! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Не переключайтесь, в нашей программе вы увидите. Новые стандарты. Московская область переходит на новую схему техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах. ЖКХ под контролем. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков осмотрел Одинцовский водозаборный узел. Данные о доходах сотрудники налоговой рассказали, как проходит декларационная кампания в этом году. Награда герою. История невероятной смелости произошла в Одинцовском округе. В этот день 47 лет назад открыли 21-е летние Олимпийские игры в Монреале. В состязаниях участвовали более 6 тысяч спортсменов из 92 стран. Интересно, что Канаде, хозяйке турнира, они не принесли ни одной золотой медали. Также монреальские игры стали самыми дорогими в истории Олимпийского движения. Только Пекину в 2008 году удалось перегнать их стоимость. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем прямо сейчас. 17 июля 1955 года в США открыли Диснейленд. Этот грандиозный проект создал Уолл Дисней. Идея к нему пришла, когда он гулял с дочками в парке. Американский предприниматель пришел к выводу, что в Америке очень не хватает места, где бы было интересно проводить время и детям, и взрослым. На строительство первого Диснейленда ушло 17 миллионов долларов. Все вложения окупились в десятикратном размере. За первые 25 лет парк посетили более 200 миллионов человек. Затем Диснейленды появились в Токио и Париже. 78 лет назад, в 1945 году, открылась постдамская конференция. Или, как ее называют по-другому, конференция «Большой Тройки» и «Берлинская». В ней приняли участие руководители трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритания. Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль собрались для того, чтобы определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы. Так, по итогам конференции, восточные границы Германии перенесли на запад к линии Одернейсы, что сократило ее территорию на 25% по сравнению с 1937 годом. В состав Советского Союза вместе со столицей Кёнигсбергом, сейчас это Калининград, вошла одна треть Восточной Пруссии. Сегодня в России отмечают День этнографа. Дата праздника приурочена ко дню рождения великого русского антрополога и путешественника, члена императорского русского географического общества Николая Миклуха-Маклая. Он открыл Старому Свету обычаи папуасов Новой Гвинее, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии. Ученые-этнографы изучают документальные источники, участвуют в экспедициях по предлагаемым местам обитания этноса, наблюдают за жизнью местных жителей, чтобы понять их культуру, быт, нравы и традиции. Также сегодня в России отмечают День основания морской авиации ВМФ, а в мире празднуют День международного уголовного правосудия. В 1891 году, 17 июля в Херсоне, в семье педагога-словесника родился советский прозаик-драматург Борис Лавренев. Гимназистом он сбежал из дома и устроился работать на корабль, и даже отправился в заграничный рейс. Будучи студентом юридического факультета, он под псевдонимом Борис Лавренев опубликовал поэтическую легенду о Красных Маках в альмонахе московских символистов Жатва. Во время Первой мировой войны воевал в Царской армии, принял Октябрьскую революцию. Когда началась гражданская война, перешел в Красную армию. Был командиром бронепоезда, воевал в Туркестане, работал во фронтовой газете. Также сегодня родились американский актер и продюсер Джейсон Кларк и канадский актер, продюсер и сценарист Дональд Сазерленд. В округе продолжают борьбу с несанкционированными свалками. Ежедневно коммунальные службы мониторят автобусные остановки, проезжие части и обочины дорог. О том, какие меры предпринимают на территории муниципалитета, рассказал директор управления дорожно-капитального хозяйства и строительства Сергей Батушенко на еженедельном совещании в окружной администрации. Не менее 40 рабочих из 16 единиц техники ежедневно участвуют в уборке мусора в Одинцовском округе, на автобусных остановках, проезжих частях и на обочинах дорог общего пользования. На сегодняшний день у нас уже за полгода убрано, было вывезено 877 кубических метров мусора. Процесс уборки фиксируют в автоматизированной системе СКПДИ. Загружается фото, выявлена недостатка с геопозиции, заносится в систему, подрядчик на месте проводит уборку, также загружает фото было-стало с геопозиции, все фиксируется, все попадает в систему, можно проверить неограниченный долгий срок после выполнения работ. Главные проблемные вопросы – это мусор на автобусных остановках, вдоль дорог и навал строительных отходов. Чаще всего они встречаются на территориях частных секторов из-за отсутствия в этих местах больших контейнеров. Глава округа Андрей Иванов на еженедельном совещании призвал ответственных лиц действовать на опережение и не допускать свалок. В этом направлении наиболее важны, как мы считаем, превентивные меры, в том числе по выявлению постоянных очагов таких свалок и поиску и отслеживанию всех нарушителей, которые их формируют. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». С 1 января 2024 года Московская область переходит на новую схему техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах. Этим вопросом теперь будет заниматься только МОС «Облгаз». О новых стандартах и о том, какие обязанности будут перед управляющими компаниями, расскажет Екатерина Крамор. Газ в многоквартирных домах – это не только комфорт, но и повышенная опасность. Очень важно регулярно проводить техобслуживание, оборудование специализированной организации один раз в год. Об этом напомнили в администрации муниципалитета на встрече с управляющими компаниями. Данная работа проводится специализированной организацией, но с 1 января 2024 года внесены изменения в федеральный бюджет. И только газораспределительная компания, у нас это в большинстве случаев МОС «Облгаз», будет иметь право обслуживать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование. С 1 января обязанностью управляющей организации будет только обеспечение доступа в квартиры, а технический осмотр проведут уже сотрудники МОС «Облгаза». На данный момент эти изменения в процессе утверждения. В случае отказа в допуске для проведения ТО, отключение возможно после трех уведомлений, процедура занимает до 90 дней. Сейчас на утверждении упрощение процедуры уведомлений собственников о дате ТОВКК и обеспечении доступа двумя уведомлениями, процедура 20 дней. Ну, то есть, если сейчас там житель может не открывать дверь, не пускать, то, повторюсь, дальше это будет проще. Два уведомления и отключили газ. Кроме того, передав права одной организации, повысится и контроль за качеством. Это поможет избежать несчастных случаев и защитить жителей от мошенников. Узнать сотрудника обслуживающей организации можно будет по отличительной форме и удостоверению или карточке с личным QR-кодом. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». В Подмосковье начались показы программ 20-го фестиваля уличного кино, в рамках которого жители и гости региона увидят лучшие короткометражные фильмы последних лет. Запланировано 26 показов, которые пройдут и в Одинцовском округе. Гости фестиваля ознакомятся с новейшими фильмами, примут участие в голосовании фонариками и посмотрят сборники, представленные во внеконкурсном блоке. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. В Подмосковье стартовал тренинг для врачей по бесконфликтному общению. Обучение проходят участковые врачи-терапевты и врачи общей практики. Занятия проводят специалисты Центра развития компетенции Московского областного научно-исследовательского института имени Михаила Владимирского. Тренинг включает в себя короткие лекции и групповые обсуждения, а также отработку навыков в ролевой игре с симулированным пациентом. Ожидается, что до конца года курс пройдут 630 врачей. Бесплатные путевки в санатории получили более 10 тысяч льготников Подмосковья. Направление предоставляют по медицинским показателям. Продолжительность лечения составляет от 18 до 24 дней. Это зависит от заболевания и назначения врача. Всего в этом году в санаториях средней полосы России, Краснодарского края и Крыма отдохнут более 30 тысяч жителей. Оформить путевку на санаторно-курортное лечение возможно не выходя из дома, онлайн. К заявлению не нужно прикреплять медицинскую справку. Вся необходимая информация поступает из медицинских организаций региона автоматически. В Одинцовском округе медведица устроила охоту на свою хозяйку. Это произошло на одном из участков в деревне Большое Сареево. Медведицу звали Маша. Жила она у женщины 22 года. Дело в том, что хозяйка неплотно закрыла клетку с животным после кормежки. Маша пробралась в дом и бегала за 70-летней пенсионеркой по трехэтажному коттеджу. Женщина чудом добежала до ближайшего ресторана. Сотрудники вызвали полицию и пожарных. Никто не пострадал. Медведицу нейтрализовали. Депутат Мособлдума Дмитрий Голубков осмотрел один из главных объектов коммунальной инфраструктуры города. От работы в ИЗУ зависит жизнедеятельность и подача воды для 60 тысяч человек, проживающих в Одинцове. Самостроение не новое, но оборудование постоянно совершенствует. О работе объекта в сюжете Полины Баховой. Бесперебойную подачу воды в наши квартиры обеспечивает так называемый водозаборный узел. На одном из самых крупных в нашем городе ВЗУ побывал Дмитрий Голубков. Осмотрел работу систем. Несмотря на то, что объект построен в 1975 году, все функционирует исправно. И, конечно, все системы, которые здесь задействованы, которые работают, должны отвечать всем требованиям безопасности не только оказываемых услуг, но и вообще, как производственный комплекс, должен работать стабильно, безаварийно. Все узлы, которые подвержены каким-то повреждениям, износу, ремонтам, должны иметь возможность быстрой замены или быстрого дублирования. Причем любые ремонтные работы на объекте не должны сказываться на жизнедеятельности местных жителей, уверен депутат. Так, благодаря министерской программе по улучшению водоснабжения округа, на шести ВЗУ установили дизельные генераторы. Мы получили дизель-генераторную установку, которая нам позволит обеспечивать работу станции при отсутствии напряжения в сети. У нас имеется два ввода. Это первая, вторая категория электроснабжения. Но на случай чрезвычайной ситуации мы сможем подавать воду людям. В обычном режиме воду подают под давлением, которое задают на станции с помощью частотного преобразователя. По словам специалиста, это позволяет обеспечить стабильность подачи воды и минимум аварий. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». 14 самосвалов весом 30 тонн проехали по мосту через Москву-реку, чтобы проверить его устойчивость. Данное сооружение входит в состав северного дублера Кутузовского проспекта. Испытания прошли успешно. Эта дорога улучшит транспортную ситуацию сразу в нескольких районах. Разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе. А также улучшит обстановку на западе Москвы. О других новостях столицы узнаем из нашей следующей рубрики. Промышленные зоны и заброшенные земли в Москве продолжают приводить в порядок. Инвесторы приступили к реорганизации 16 площадок, бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Строители возведут почти 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Проекты комплексного развития территорий инвесторы реализуют в шести округах. Общая площадь реорганизуемых земельных участков превышает 271 гектар. Данная программа призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. К тому же она позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест. В Москве более 700 человек устроились работать на фабрики и заводы благодаря кадровым программам города в этом году. Еще более 1200 студентов колледжей сегодня проходят практику и в дальнейшем планируют выйти на работу. Кстати, сегодня любой желающий может посетить фабрики и заводы в рамках проекта «Открой Моспром». Его цель – формирование кадрового потенциала через знакомство школьников и студентов с производственным процессом. К тому же уже более двух лет в столице действует проект «Московская техническая школа». Участникам доступны семь направлений и более 60 образовательных курсов. А сотрудники промышленных предприятий могут повысить компетенции в работе с инновационными технологиями. «Москвичи» продолжат составлять рейтинг любимых мест для летнего отдыха. Их выбирают участники проекта «Активный гражданин». Сейчас проходит второе голосование серии. Пользователям предлагают определить самые подходящие пространства для занятия спортом на свежем воздухе. У «Москвичей» интересуются, где им больше всего нравится кататься на велосипеде, в каком парке или общественном пространстве работают лучшие пункты проката спортивного инвентаря. А в каком парке, на их взгляд, открыта лучшая площадка для активного отдыха. Чтобы проголосовать, нужно зайти на сайт «Активный гражданин». Серия из голосований в проекте началась 11 июля. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Данные о доходах сотрудники налоговой рассказали, как проходит декларационная кампания в этом году. Награда герою. История невероятной смелости произошла в Одинцовском округе. Новости онлайн. Какие события округа обсуждают в социальных сетях, расскажем в нашей рубрике. Сотрудники налоговой рассказали, как проходит декларационная кампания в этом году. По ее итогам в инспекцию поступило около 45 тысяч деклараций о доходах физических лиц, что на 9% больше аналогичного периода прошлого года. Однако нерадивые налогоплательщики все-таки есть. Чем чревато непредоставление декларации о доходах, расскажет Полина Бахова. По полученным сведениям, в этом году почти 6 тысяч физических лиц обязаны были до 2 мая отчитаться о полученных доходах от сделок с недвижимостью. Однако не все предоставили декларации 3 НДФЛ. Инспекция обращает внимание, что за несвоевременное представление декларации и за неуплату налога в установленный срок, который приходится в этом году на 17 июля, предусмотрена ответственность в размере 5% от неуплаченной суммы налога за несвоевременно представленную декларацию и 20% за неуплату в срок налога. Помимо этого начисляются пени. Максимально недвижимое имущество может находиться в собственности физических лиц в течение 5 лет. Законодательством предусмотрено снижение данного срока до 3 лет в тех случаях, когда недвижимость получена физическими лицами в порядке наследования либо дарения, в порядке приватизации. А также передача имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. Налоговые органы еще раз напоминают гражданам, кто не успел задекларировать доход по сделке с недвижимостью в установленные сроки, следует самостоятельно обратиться с этим вопросом в налоговый орган. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд. Теперь жители нашей страны смогут находиться в этой стране на протяжении 30 дней. Если туристы хотят остаться в ней больше, чем на месяц, то они должны получить специальную туристическую визу. Для ее оформления необходимо забронировать проживание в одном из отелей, который входит в список составленные Министерством отелей и туризма Мьянмы. Что еще произошло в России, узнаем прямо сейчас. Стоимость авиабилетов по России в январе-мая выросла чуть более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в среднем на 420 рублей. Как сообщили в пресс-службе российского Минтранса, аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается. При этом отечественные авиакомпании наращивают перевозки внутри страны, задействуют для рейсов по России воздушные суда повышенной вместимости, ранее использовавшиеся на международных линиях. Еще 15 миллиардов рублей на поддержку получат многодетные семьи, которые выплачивают ипотеку. Благодаря этому более 33 тысяч семей с детьми смогут улучшить жилищные условия. Речь идет о программе, которая помогает семьям, воспитывающим трех и более детей, полностью или частично погасить ипотеку. Им доступны выплаты в размере 450 тысяч рублей. Средства можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительства, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. Российские композиторы и поэты еще могут принять участие в творческом конкурсе «Голоса России». Прием заявок продлен до 20 сентября. Для участия в проекте необходимо представить патриотическую песню на русском языке, которая создана не ранее января 2022 года. Сделать это можно через сайт конкурса. Финалисты во всех номинациях будут объявлены 25 октября 2023 года. Лучшие патриотические песни войдут в электронный нотный сборник. Он будет издан по завершению проекта. История невероятной смелости произошла в Денцовском округе. Житель поселка Старый Городок Евгений Сингатулин помог спасателям эвакуировать людей из задымленных квартир. С героем встретился глава округа Андрей Иванов и вручил ему благодарственное письмо. Встретиться, поблагодарить за спасенные человеческие жизни, за этот по-настоящему поступок большой буквы. В этот сложный момент мы не растерялись, не дрогнули, действовали четко, решительно. Когда загорелся электрический счетчик в 12-м доме по улице Школьной, Евгений Сингатулин возвращался с работы домой. Увидев клубы дыма, он, не задумываясь, поспешил на помощь пожарным. Вывел на улицу из задымленных квартир девочку и пожилую женщину. Пошел черный ядовитый дым по всем этажам. И вместе с пожарниками охраны 121-й РЗМ мы пошли по этажам стучаться по квартирам и эвакуировать людей. Одинцовский парк Малевича выдвинули на соискание премии Russian Travel Awards 2023, посвященной туристическому потенциалу России. Представили его в номинации «Природный объект». Отдать свой голос можно до 31 октября. Победителей определят в ноябре по итогам всероссийского онлайн-голосования. Об этом пишет телеграм-канал «Проокруг». Для педиатров Одинцовской больницы провели тренинг по реанимации детей в возрасте до года и от года до 8 лет. Также объяснили алгоритм сердечно-легочной реанимации для взрослых. Сейчас действия по указанию неотложной помощи детям претерпели некоторые изменения. И такие тренинги помогают врачам действовать максимально эффективно. Об этом пишет телеграм-канал «Проокруг». Представительница звенигородской команды Галина Коцкая заняла первое место на Тверском марафоне по гребле. Она победила на дистанции 49 километров. Мероприятие проводили 8 и 9 июля на реке Тверца. В целом организаторы отметили сильный состав участников. Об этом сообщает телеграм-канал «Проокруг». В Звенигороде маленькая птичка придумала креативную альтернативу банальному синичнику. Она обустроила свой дом внутри кирпичной кладки – основы скамейки. Птенцов заметили сотрудники лесничества. Они приподняли деревянную основу и обнаружили птиц. Об этом пишет телеграм-канал «Отенцова оперативно». Японские ученые разработали вещество, которое меняет поведение комаров в полете. Оно увлажняет их тела и крылья, делает тяжелее, и насекомый падает на землю. Помимо этого, вещество блокирует дыхательные пути насекомых. Все это мешает кусать людей. Преимущество метода в том, что эти активные вещества не воздействуют на организм комара изнутри, а значит, у насекомых не появится к нему устойчивости. Другие новости мира смотрим далее. Осьминоги изменяют свою окраску и форму тела, что позволяет им сливаться с окружающей средой и избегать опасности. Однако это не все. Они также могут перепрограммировать свой мозг, развивать кратковременную и долговременную память для накопления полезного опыта. Осьминоги не только мастера маскировки и тактики, также они проявляют интеллект при решении сложных когнитивных задач. Например, находя выход из запутанных лабиринтов. Эксперты пришли к выводу, что токсичные водоросли на пляжах Калифорнии стали причиной агрессии морских львов. В воде обнаружены высокие концентрации нейротоксина, который вырабатывается определенными видами морских водорослей. Домоевая кислота способна вызвать повреждения мозга, припадки и болезни у морских животных, питающихся рыбой, которые содержатся эти водоросли. Под воздействием токсинов они могут укусить в ответ на прикосновения или столкновения. В канадском зоопарке возле вольера с гориллами появилось необычное объявление. Посетителей просят не показывать обезьянам видеоролики на гаджетах. Пытливых и любопытных приматов крайне интересуют подобные зрелища, что сказывается на их дальнейшей жизни. Например, самец по кличке Насир настолько увлекся просмотрами, что на время перестал общаться с сородичами, предпочитая таращиться в чужие телефоны. Гориллы должны жить в условиях, максимально приближенных к естественным, и оставаться просто гориллами, добавили сотрудники зоопарка. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 24-26 градусов тепла. Ночью 16-18. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Ну а если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро на ОТВ». В студии были Ольга Дмитриева и Елена Краева. Мы желаем вам прекрасной, легкой рабочей недели. Всего доброго. До свидания.